Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Моя гостья пропитывалась Божьей атмосферой в течение 25 лет. Она увидела множество исцелений, начала ясно слышать голос Бога, видеть видение и заново переживать Божью любовь. Она говорит, что это очень просто и доступно любому человеку, каждому вам. Интересно? Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Есть ли жизнь после смерти? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Существуют ли невидимые силы тьмы, которые пытаются помешать Божьим благословениям в вашей жизни? Существуют ли ангелы, предоставляющие нам сверхъестественную защиту, обезоруживая наших врагов? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцеления? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Здравствуйте, сегодня с нами Кэрол Арнодд. Многие из вас знакомы с Кэрол и ее мужем Джоном. Они были лидерами так называемого излияния духа в церкви аэропорта Торонто. Это было что-то невероятное. 4,5 миллиона человек приехали туда со всего мира, потому что там царила удивительная божественная атмосфера. И вот недавно Кэрол написала новую книгу о пропитывании Богом. Многие из вас знают, что это такое, а многие не имеют ни малейшего понятия. Кэрол, может, вкратце объясните нам, что же такое пропитывание? Это позиционирование себя перед Господом. Это значит сказать «Господь, я здесь, я люблю Тебя». Никаких молитвенных нужд или ходатайств. Все это важно, но в тот момент нужно сфокусироваться на Боге. Нужно открыть свое сердце для личных отношений с Ним. Открыть его для преображения, исцеления, радикальной любви и силы. Иначе вы не сможете давать другим людям то, чего у вас нет. Вам важно открыться перед Богом. Вы понимаете? Я представляю себе пропитывание так. Можно лечь на полу или сесть в удобное кресло, включить расслабляющую музыку и в покое пребывать перед Господом. Когда вы начали свои пропитывания, вас никто этому не учил? У вас не было никакой парадигмы, системы? А с чего вы начинали? Все началось с того, что я не могла стоять, когда приходил Бог. Я оказывалась на полу. Я просто лежала и наслаждалась им, когда он был рядом. Чем сильнее я наслаждалась, тем сильнее проявлялась его атмосфера. Затем Бог говорил, «Я люблю тебя, дочь моя. Ты так драгоценна для меня». Я спрашивала, «Ты правда меня любишь?» И он отвечал, «Да, я очень тебя люблю». Нам сложно в это поверить, потому что мы знаем, какие мы. Правда? А Бог знает даже больше нас. Да, конечно. Но это открывает наши сердца и помогает поверить, что Он очень нас любит. И мы действительно Его сыновья и дочери. И Он абсолютно точно хочет проводить с нами время. Это самое ценное, что у нас есть. Однажды Бог сказал мне, «Кэрол, продай свое самое ценное мне. Что у тебя есть?» Я сказала, «Господь, я не знаю, что это. О чем ты говоришь? Мой дом?» Тогда мне нужно спросить Джона, «Единственная ценность, которая у меня есть, моя лошадь? Хочешь, я продам свою лошадь?» Бог ответил, «Нет. Продай мне самую большую свою ценность». Я сказала, «Господь, я не знаю, что это». Он сказал, «Кэрол, самая большая ценность, которая есть у тебя, это твое время. Продай мне свое время. И купи драгоценную жемчужину». Порой он приходил и начинал рассказывать мне желания своего сердца, и я все больше познавала его. Точно так же влюбленные пары могут разговаривать часами. Мы с Джоном часами разговаривали по телефону, и наши матери всегда удивлялись, о чем можно так долго разговаривать. Вы вчера проговорили два часа. Я отвечала, «Я не знаю, о чем мы говорили, просто я люблю его». Чтобы узнать кого-то поближе, вы посвящаете этому время. Точно так же и с Богом. Он Бог любви. Он Бог отношений. И Он хочет, чтобы мы становились к Нему все ближе на эмоциональном и сердечном уровне. Вы учите этому уже 25 лет и видите результаты. В этой студии сидели люди, чья жизнь изменилась после пропитывания Богом в церкви аэропорта Торонто. Но есть хорошая новость. Не нужно никуда ехать, чтобы пропитаться Богом. Расскажите теперь вот что. Очень интересная вещь. Для чего нужна эта тарелка с водой? Губка и полотенце. Вы меня прям-таки пугаете. Ну что ж, полотенце, чтобы вытереть руки. Вы не собираетесь? Нет? Нет. Смотрите, вот так выглядела большая часть аудитории несколько минут назад. Я наблюдала за вами. Вы были жесткими, напряженными, ранеными и думали о своих делах. Но посмотрим, что произойдет. Мы помолимся за помазание этой воды, а затем положим туда мистера губку и посмотрим, что сделает с ним пропитывание Божьей атмосферой. Господь, мы помазываем эту воду, правда, Сид? Да. Да. И погружаем туда мистера губку. Через какое-то время мы проверим, как у него дела. Будет ли он таким же жестким и твердым, как раньше. Вы говорите, что очень важно уделять время Богу, чтобы он исцелял наши разбитые сердца. Но большинство верующих говорят, Бог уже об этом позаботился. Один мой сотрудник, продюсер нашего служения, пропитывался Богом десятки лет, но он решил последовать вашим инструкциям. А вы учились этому 25 лет, и теперь учите делать так же тысячи людей по всему миру. Так вот о нашем продюсере. Что поразило и меня, и его самого тоже? Его сердце исцелилось. Он буквально начал плакать перед Господом. Как такое могло случиться с человеком зрелого духа после стольких лет, да и к тому же он взрослый? Скажите, а как такое может быть? Ну что ж, это поразительно. С годами раны и боль, которые мы переживаем, накапливаются и образуют множество слоев, один за другим. Но мы остаемся собой, и наш Бог знает о наших ранах и боли. Когда мы приходим к Нему, Бог может просто коснуться нас, как коснулся вашего сотрудника, и исцелил глубочайшие раны в сердце, которые повлияли на всю его жизнь. А насколько важно, чтобы наши сердца были исцелены прежде, чем мы войдем в величайшее движение благословенного Божьего Духа? Сид, я верю, что следующее движение Духа – это движение святости, основанное не на нашем хорошем поведении, но на состоянии сердца. В Марка сказано, что из сердца – источники жизни. Все похоти и плохие намерения исходят из нашего сердца. Поэтому Бог хочет открыть сферы, которые были закрыты, и освободить нас. Когда Он изливает Свой Дух, как Он обычно это делает, нам нужно быть чистыми и приготовленными, быть открытыми. Но что, если в наших сердцах еще есть старые раны, скрытые ворохом других вещей? Для этого и нужно пропитывание. Мы открываемся для близких отношений, для того, чтобы слышать голос Бога, Его тихий голос, который скажет Кэрол, «В твоем сердце есть проблема. Ты позволишь мне исцелить его?» Затем вы проходите определенный процесс, так же, как ваш продюсер. И Бог освободил его. Но сколько бы времени не потребовалось на пропитывание, это недолго. Бог пришел сюда. Мне придется вас перебить и вставить слово от нашего спонсора, Бога. Он говорит, что сейчас исцеляются запястья людей. Исцеляется синдром запястного канала. Исцеляется любое недомогание в области запястья. Бог говорит, что исцеление распространяется на всю руку. Если вам нужно исцеление рук, будь то артрит на пальцах или что-то другое, примите исцеление. Когда мы вернемся, я хочу узнать, как дела у мистера Губки, потому что я, не переставая, наблюдаю за ним. Конечно, конечно. Еще я попрошу Кэролу рассказать об одном из первых случаев исцеления рака. Четвертой стадии, благодаря пропитыванию. Мы скоро вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом создать в себе самом одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Это сверхъестественно. Итак, Кэрол, все бывает в первый раз. Вы узнали о пропитывании. Когда вы впервые стали учить об исцелении и пропитывании, один человек получил исцеление от четвертой стадии рака. Это очень редко происходит. Расскажите, как это было? Ну что ж, я учила о пропитывании, а затем, как обычно, попросила всех лечь на пол или устроиться поуютнее. Я ничего не знала об этой женщине. На конференцию ее пригласила моя внучка. Затем она попала на мой мастер-класс. Я сказала, ложитесь на пол, мы полежим здесь 15 минут, а затем расскажем свидетельства. Если вам нужно физическое исцеление, сейчас самое время. Я читала им места Писания, а они пропитывались Богом. И в конце я спросила, есть свидетельства? И эта женщина сказала, у меня, у меня. Она была такой радостной. Я спросила, что с вами произошло? И она ответила, меня возмутило, когда вы велели лечь на пол. У меня была четвертая стадия рака и огромная опухоль в животе. Мне было больно даже сидеть, не то что лежать. Я подумала, что эта женщина себе позволяет. Я не могу лечь на пол. Наверное, мне стоило сказать, если хотите принять исцеление, тогда ложитесь на пол или устраивайтесь поуютнее в своем кресле. Но вам нужно сфокусироваться на Иисусе, обратить свой взор на Иисуса. Женщина сказала, я легла на пол, ощущая невыносимую боль. Она длилась 12 минут из 15, а потом боль вдруг ушла. Боли не было. Боли не было. Но и это еще не все. Я потрогала живот руками. С опухолью я выглядела как беременная на последнем сроке, а теперь мой живот плоский. Аллилуйя. Нет нужды говорить, что после этого вы стали учить об исцелении через пропитывание. Все верно, Сит? Что за человек слышал одну и ту же фразу снова и снова? И больше ничего. Она зацикливалась у него в голове. Да, месяцами. Месяцами? Это его расстраивало. Что он слышал? Я люблю тебя, мой сын. Он пришел ко мне и сказал, я пропитывался, делал все, как вы сказали, но слышу только, я люблю тебя, мой сын. Неужели в словарном запасе Бога только фраза, я люблю тебя, мой сын? Он был очень сердитым и расстроенным. Я сказала, вы можете лечь? Давайте будем в покое перед Богом и спросим его, что он хочет сказать вам этой фразой. Я легла рядом с ним на полу, среди других людей, и стала молиться о пропитывании. Я начала молиться. Отец Небесный, проговори к этому человеку, дай ему услышать твой голос. И внезапно я увидела, что по его щекам катятся слезы. Я спросила, сэр, что вам говорит Бог? Он сказал, Господь только что сказал мне, что будет говорить мне, я люблю тебя, мой сын, пока эти слова не проникнут в мое сердце. Он сказал, теперь они проникли в мое сердце. Теперь я знаю, что Бог по-настоящему любит меня, и что я его сын. Это было невероятное, невероятное преображение человека. Как там наш мистер Губка? Он лежал там довольно долго, правда? Давайте посмотрим. О, какой он мягкий! Взгляните. Поберегите этот прекрасный стол от капель воды с мистера Губки. Постараюсь. Посмотрите, как изменилось лицо мистера Губки. Вы видите, что произошло? Покажите всем. Вы видите? Он насквозь пропитался помазанием и выглядит очень счастливым, правда? Невероятно счастливым. Да, вы сказали, что пропитываясь, люди реже, гораздо реже нуждаются в консультациях. Это так, Сид, это так. Мы даже хотели закрыть наш отдел консультирования. Серьезно? Люди падают от силы Божьей, лежат так целый час. Мы видим, как они смеются, потом вдруг плачут, потом успокаиваются и вновь громко смеются. Мы спрашиваем их, что случилось? Они отвечают, Бог показал нам самые глубокие раны наших сердец, а затем исцелил их. И это очень забавно, потому что нам казалось, что все так сложно, а Бог так легко нас исцелил. И одну за другой, одну за другой, Бог сверхъестественно исцелил все их раны. Это потрясающе, это благословение. Расскажите вкратце историю Хлои. Эта прекрасная девушка пришла со своим мужем. Ей было около 25 лет. Мы ее не знали. Шла конференция «Отец любит тебя», где мы с Джоном говорили о важности прощения и о негативных суждениях. Муж Хлои не верил в харизматические вещи, но слышал о них. Зная, что его жена сильно ранена своим отцом, он привел ее на конференцию вопреки ее воле. Они сели на самом последнем ряду. Джон сделал призыв к алтарю. Нужно ли кому-то простить? Он помолился вместе с людьми, которые вышли вперед. Затем я собиралась говорить о негативных суждениях. Но во время молитвы я услышала в зале стенания. Я подумала, что происходит. Нужно сходить в конец зала и посмотреть, что там такое. Я обнаружила эту прекрасную юную девушку в слезах и в рыданиях. Вы можете представить? Я подошла к ней, дорогая, что делает Бог, скажи. Она сказала, я ненавижу своего отца за это и это и это. Он всегда меня унижает. Итак, мы помолились и простили его. Хлоя упала под действием силы Бога. Я сидела с ней еще минут 15-20, но вдруг у нее начался жар. Она сказала, я вся горю. Я вся горю. Что не так? Я сказала, думаю, Бог тебя исцеляет. Тебе нужно физическое исцеление? Она сказала, конечно, мне нужно исцеление. Мой муж поднимает меня по лестнице. Я не в силах подняться по ступенькам. У меня с детства артрит. У меня по 10 приступов в день. Я принимаю тяжелые лекарства от приступов эпилепсии. Я не перевариваю лактозу. У меня киста в яичниках. Как видите, все непросто. Жар нарастал все больше и больше. А затем, наконец, немного спал. Я сказала, ты можешь подняться? Можешь сделать что-то, чего не могла раньше? Возможно, Бог исцелил тебя? Она сказала, я не могу подниматься по лестнице, но попробую подняться на пару ступенек. Мы были в зале с очень высокой платформой. Это было здание театра, поэтому сцена была очень высокой. Хлоя пошла. Я сказала, поднимись на пару ступенек. Во мгновение ока девушка оказалась на самом верху, хотя там было 10 или 15 ступеней. Это было феноменально. Ее муж стоял сзади и говорил, это моя жена, но она на это не способна. Она физически не может этого делать. Это было удивительное чудо Божье. Божья победа. Божье благословение и исцеление. Слава Иисусу! Очень быстро. Протяните руку к той камере и передайте людям то, что вы получили от Бога сами. Призовите славу Бога. Иисус, благодарю Тебя за силу близких отношений. Сегодня я высвобождаю помазание, входить в атмосферу Господа, пропитываться Его любовью, принимать все то, что Он для вас приготовил. Пусть Его слова, Его огонь и чистота проникнут в глубину вашего сердца, и вы никогда не будете прежними. Ваша любовь будет так драгоценна, а Его любовь к вам будет еще более драгоценной, еще более прекрасной и реальной. Я прошу об этом во имя Иисуса. Господь, коснись каждого зрителя прямо сейчас. Это будет так во имя Иешуа. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Линда Марковиц. Вы молитесь на языках, но с трудом понимаете, что на самом деле происходит, когда вы используете этот удивительный дар? Это поистине безграничный источник. Бог назвал его инструментом силы. Присоединяйтесь ко мне и научитесь заряжать ваши инструменты силы. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. Молитва – это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» – Сидорота. После ряда операций один еврей оказался парализованным. Врачи сказали ему, что это на всю жизнь. Из-за этого он впал в глубокую депрессию. Но вскоре ему явилось откровение, которое полностью изменило его жизнь и помогло ему чудесным образом исцелиться. Он снова смог ходить. 25 врачей, среди которых были нейрохирурги и неврологи, так и не смогли найти этому объяснение. Если вы хотите узнать об этом откровении, заходите на наш сайт.